Доктор Максим Чумак в студии. Доброе утро. Доброе утро. И в прошлый раз мы говорили о всяких гормонах, и также к Денису приходили и говорили о роботе Артас, а сегодня мы поговорим про плазмотерапию в спортивной медицине. Я правильно понимаю? Именно так. Ну, расскажите нам, что вообще является плазмотерапией, что это такое? Плазмотерапия на английском также звучит как PRP, rich plasma. Это плазма, обогащенная тромбоцитами. Дело в том, что в нашем организме процессы регенерации как раз происходят за счет тромбоцитов. Если происходит какое-то повреждение какой-то части тела, физиологические процессы происходят таким образом, что наш организм привлекает тромбоциты в это место, которые выделяют факторы роста, и процесс заживления начинается. И когда-то, около 30 лет тому назад, очень умные люди решили, почему бы нам не воссоздать эти процессы искусственно. И именно вот эта терапия, она основывается за счет... Мы создаем искусственный процесс, мы забираем вашу кровь. Есть специальный процесс, который выделяет тромбоциты. Мы достигаем около 10 раз высшей концентрации тромбоцитов в плазме. То есть у каждого пациента вы делаете этот состав из его же крови? Именно так, да. Я просто слышала про PRP в контексте того, что женщины делали омолаживание лица таким образом. Именно так, да. Это одна из последних тенденций использования тромбоцитов. Но все начиналось именно со sports medicine. Как я уже сказал, были люди, которые... Врачи, которые решили попробовать, почему бы не воссоздать эти процессы искусственно, и за счет этого увеличить скорость заживления переломов или повреждения связок. Может ли быть плазмотерапия заменой операций в лечении артрита, например? Это очень хорошая альтернатива как раз для лечения артрита, потому что таким образом можно предотвратить сложные операции, дорогостоящие операции, и попробовать восстановить ткани суставов за счет вот такого лечения. То есть вместо операции. Это здорово. А сколько инъекций на курс лечения нужно сделать, чтобы восстановиться? Или это зависит от серьезности заболевания? Это зависит от серьезности заболевания. Это зависит от того, насколько повреждены поверхности суставов. То есть мы начинаем с одной процедуры. Мы потом проверяем, берем X-rays и смотрим, какой прогресс происходит. Если нужно еще добавить, мы можем повторить такую же процедуру. Вы могли бы сказать, что она во всех случаях плазмотерапия может применяться? Или есть какие-то исключения, когда она может не помочь? Ну, чаще всего это применяется при остеоартритах. Это то, что называется wear and tear. То же самое, как покрышки, которые через некоторое время изнашиваются, также изнашиваются наши суставы. И есть также при повреждении связок, то, что называется тендинит или тендинайтис. А брюс-айрис может лечиться с помощью? Может лечиться, также, да. А, интересно. Знаю я тут одного человека, у которого он есть. Это хорошая методика, потому что всегда рекомендуют сразу же операцию. Операцию в Америке. Это очень распространено с какими-либо проблемами. И с какого возраста, скажите, можно использовать плазмотерапию для лечения артрита? Плазмотерапия можно использовать практически с любого возраста, так как один из важных концептов этой терапии – это то, что ей практически невозможно навредить, так как мы используем только ваши компоненты крови, вы не можете иметь на них аллергическую реакцию. То есть это один из этих способов лечения, которые наиболее безопасны. И если не секрет, сколько стоит одна процедура приблизительно? Это зависит от того, какой сустав находится. То есть мы говорим около 700 до 1500 долларов. А покрывает ли страховка эту процедуру? Какие-то процедуры могут быть покрытыми. Но чаще всего это до сих пор считается альтернативным способом лечения, так как правительство на этом не может зарабатывать деньги, поэтому это очень сложно. А болезненно ли она? Я знаю, что в лицо говорили, что чуть-чуть больновато. Правда это или неправда? Она практически безболезненна. Мы используем очень тонкие иголки. Также в нашей клинике я использую ультрасаунд или ультразвук, для того чтобы именно найти ту часть сустава или ту связку, которая вызывает проблемы, и прыгнуть прямо в нее. То есть мы не работаем вслепую, мы работаем с ультразвуком. То есть это еще и не больно, и полезно, и вместо операции, и даже, может быть, какие-то страховки, какую-то часть чего-то смогут покрыть. Вполне может быть, да. Сплошные плюсы никаких нет. А я еще к вам все пытаюсь записаться на витаминотерапию, потому что мне кажется, что в комплексе с плазмотерапией, витаминотерапией, вообще можно у вас просто выйти на 20 лет моложе сразу. Ну, я не знаю насчет сроков, но чаще всего, да, вы выйдете, чувствуя себя более, так сказать, спортивно и с большей энергией. Особенно после праздников, все активно отдыхали. Я думаю, сейчас самое время всем отправиться к Максим Мерекл, чтобы получить какие-то жизненные силы, я бы так сказала даже. Телефон Максим Мерекл, где вы можете сделать ваш appointment, 954-945-2909. Если у вас есть какие-то вопросы к нам, то вы можете писать. У нас прямая трансляция на Фейсбуке, на моем аккаунте, Марианда Хавкин. И также есть у нас номер телефона, куда вы сможете послать смс, 954-900-64-82. Ну и, конечно же, звоните, спрашивайте, доктор Чумак ответит на все ваши вопросы. Вопросы. 305-912-4000 ровно. Не любят наши слушатели звонить, особенно утром. Я думаю, что не у всех еще закончились праздники. Не все еще проснулись, только 8 с чем-то. Да, у меня уже день в разгаре идет, когда ты просыпаешься в 5 часов утра, то полдевятого для тебя это уже просто самый-самый разгар дня. А люди сейчас только едут на работу наверняка и слушают нас. А если я что-то не спросила, какую-то информацию полезную про плазмотерапию дополнительную, есть ли у вас, может быть, мы что-то не покрыли? Ну, что важно, наверное, знать о плазмотерапии, это то, что это может применяться практически в любой части тела. То есть нет, очень мало контриндикаций, и чаще всего они, то что называется, относительны, да, и это может использоваться для косметических процедур, подтяжки лица, обновления кожи. Также мы еще когда-то поговорим о использовании этого, скажем, для лечения других властей тела. Ну, в общем, все, что нуждается в каком-то омолаживании или восстановлении с помощью плазмотерапии, это может случиться, правильно я вас понимаю? Именно так, да. Это просто для какого-то будущего, какая-то theorem of the future. А, и сейчас мы собираемся также начинать терапию со стволовыми клетками, это будет происходить вместе с плазмолифтингом или терапией с... Сейчас говорят, эти клетки, их пытаются сделать FDA-approved, но это еще не случилось, я правильно понимаю? Ну, многие, многие university centers уже используют эту терапию, снова она до сих пор считается как альтернативной, поэтому чаще всего не покрывается иншурсами. Stem cells, мы говорим о stem cells, правильно? Да, именно stem cells. Ну, проблема, конечно, заключается в том, что чаще всего то, что называется FDA-approval, получают компании, которые именно имеют коммерческий интерес для того, чтобы продвигать свои продукты. Да, здесь очень сложно именно иметь какой-то commercial interest, поэтому и... Здорово. Ну, все, у меня уже планы на 2018 год – это плазмотерапия и витаминотерапия, так что сейчас я побегу назначать appointment. Максим Меркл, 954-945-2909. Еще раз, 954-945-2909. Спасибо огромное, доктор Чумак. Мы еще вас ждем обязательно, обсудите всякие разные темы. Приходите к нам почаще. Спасибо вам. Пока-пока.